В эфире Томикен Бизнес программа Weekly Review. В студии для вас работает Игорь Мюзикенева. Здравствуйте. Коммунальные услуги снова подорожают. Традиционно в преддверии Нового года операторы обращаются в комитет по регулированию естественных монополий и просят одобрить повышение тарифов. Обычно просят сумму, которой хватит и на повышение зарплат сотрудникам, и на ремонт сетей. Хотя такой подход возмущает даже депутатов. Насколько вырастут тарифы и на что коммунальщики хотят направить деньги казахстанцев, ответы на эти вопросы искал Иржану Тепкалиев. Новый год предвещает очередное увеличение тарифов на коммунальные услуги. Их оказывает свыше тысячи субъектов естественных монополий страны. К примеру, сейчас самые высокие тарифы на воду в Мангистауской, Каргандинской и Атрауской областях, а самые низкие – в Улутауской. Отдельно казахстанцы платят за водоотведение. Больше всего на это тратят жители Каргандинской области, а меньше всего снова в области Улутау. В столице с 1 января тарифы на услуги по воде в среднем вырастут на 11%. Астана Суарнаса объясняет это высоким износом инфраструктуры и оборудования, а также низкой зарплатой персонала. К слову, сейчас ее среднее значение чуть больше 300 тысяч тенге. В текущем году, когда поднимали тариф, в 2023 году, это с 1 июля, мы основной акцент делали на увеличении заработной платы. То есть на 30% всему персоналу, и адам, и производственному персоналу. Именно в этом году, на 2024 год выходим, мы уже здесь ведет реконструкция именно сетей, плюс еще закуп оборудования, спецтехника здесь есть, другие установки есть, насосное оборудование есть. У нас получается, где-то все равно мы балансируем. Карагандинская и область Улытау лидируют по тарифу на услуги газоснабжения. Меньше всего затрат у Атыраусской области. Стоит отметить, что пока голубое топливо не дошло до четырех регионов. Высокие цены на электроснабжение в Алматы и ее области. А самое дешевое электричество в Атыраусской. Причем только по инициативе Министерства энергетики в этом году ее стоимость повышалась три раза. Эксперты возмущены, что рост зарплаты не улучшает качество услуг. Рост заработной платы никогда не должен опережать рост производительности труда. Мы так свою экономику не поднимем никогда. Мы просто сейчас в данный момент искусственно повышаем тариф. Понимаете, тариф растет на 14% они. Но прошлый год мы на 40% подняли им тариф. Представляете, куда это годится вообще? В разы дороже отраутсам обходится тепло. Выше цены только в Алматы. Несмотря на холодные зимы сердца жителей, Акмолинской области и столицы греют цены на отопление. И все же расходы у Астана Теплотранзит большие, говорят на столичном предприятии. Поэтому монополист предложил повысить тариф на 25%. Это сократит износ теплосетей на 0,6%. А вот зарплата вырастет почти на 60%. На сегодня мы просим увеличить среднюю заработную плату до 500 тысяч тенге. Предыдущий рост тарифа, как вы озвучили, который произошел в июле месяце, он не охватил полностью все расходы. Опять-таки, это налоговое обязательство, это содержание тех сетей, которые нам переданы. Но, однако, расходов на их эксплуатацию у нас в тарифной смете отсутствовали. По мнению депутатов Мажелиса, основная причина нехватки средств не в том, сколько денег платят абоненты за коммунальные услуги, а в том, как их расходуют. Помимо зарплаты работников, каждое повышение затрат извне монополист перекладывает на простых граждан, что в корне неправильно говорит Мажелисмен. Это показывает, что наше правительство и ответственные органы, по сути, безответственны. Если всю нагрузку всегда перекладывают на простых граждан, то в чем состоит их работа? Мы недовольны работой ни антимонопольного комитета, ни кабинета министров. Когда нынешний состав приступал к работе, все обещали, что подобного не будет. На деле же все оказалось иначе. За все платит простой народ. Как отмечают в Комитете по регулированию естественных монополий, зачастую о повышении тарифа люди узнают после всех обсуждений. Это говорит о слабой гражданской позиции у наших соотечественников. В основном уже проявляется негатив, когда тариф уже принят, решение уже принято. Мы, исходя из своих возможностей, везде публикуем объявления о проведении публичных сплошений. Также мы подключили онлайн-формат. Мы в целом за то, чтобы каждое решение обсуждалось, чтобы люди видели. С начала текущего года реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», которая направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры. До 2029 года монополисты путем увеличения тарифов привлекут порядка 3 триллионов тенге для модернизации 62 тысяч километров инженерных сетей. По расчетам Комитета по регулированию естественных монополий, это позволит снизить износ на 20%. В среднем изменение тарифов на текущий год составило 20-30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий ЖКХ. Здесь хотели отметить то, что уязвимые слои населения защищены от роста тарифов за счет реализации механизма жилищной помощи. По нашим прогнозам, с учетом объемов проведения ремонтных работ, мы предполагаем, что рост тарифа составит на уровне 20%. С начала 2023 года жилищная помощь оказана 40 тысячам казахстанских семей почти на 900 миллионов тенге. Чуть больше половины этой суммы направлена на компенсацию затрат за коммунальные услуги. Главное условие – получатель должен иметь в собственности только одно жилье на территории республики, либо быть арендатором жилья из Государственного жилфонда. Ержан Утипкалиев, Виктор Джигерис, Шалхар Шуакпай, Атамикен Бизнес. С нового года в налоговый кодекс внесут изменения. Первыми их почувствуют криптовалютчики и те, кому нужна срочка по влыплате госпошлины. Что касается в целом бизнеса, то здесь пока без изменений. Но ненадолго. Дилимурат Маталибов продолжит тему. Так как Казахстану необходимо переходить на рыночную экономику, ряд субсидий и налоговых льгот надо отменить. Так считает министр национальной экономики. По данным его ведомства, льгот в стране насчитывается почти на 8 триллионов тенге. Сумма астрономическая и необоснованная, говорит Алибек Куантыров. Многие из этих льгот неэффективны. Их просто надо убирать. С другой стороны, перед нами стоит задача по привлечению иностранных инвестиций. И в целом, не только иностранных, но и инвестиций в основном капитал именно на внутреннем рынке. И здесь надо стимулировать. Мы планируем сделать налоговый кодекс, с одной стороны, легким и понятным. Улучшить администрирование, чтобы эффективность поступающих налогов и платежей... В новом году поправки в налоговом кодексе коснутся и судебной системы. Например, уже принято решение о том, что казахстанцам, обратившимся в суд, могут дать отсрочку по уплате госпошлины. Пишет в суде, что сейчас, в данное время, не может оплатить эту госпошлину. И прилагает там документы о том, что у него есть финансовое положение, не очень хорошее зарплату не выдают. Все эти механизмы, все эти причины расписаны в налоговом кодексе. Судья уже сам принимает решение, действительно, насколько у него положение финансовое. И предоставляет отсрочку до года максимум. Принято еще одно изменение в налоговый кодекс. Поправка касается производства криптовалюты. Она снимает запрет на ограничение вычета по корпоративному подоходному налогу. Данная норма вступает с 1 января. И вторая поправка, затрагивающая майнеров, это освобождение оборота по реализации биткоинов от НДС. Данная норма была принята в целях обеспечения конкурентоспособности со всеми всемирными биржами, поскольку во всем мире оборот криптовалют не облагается НДС. Только в Казахстане данный оборот облагался. А еще в новом году намерены временно освободить от налогообложения доходов МФО. Это связано со списанием микрокредитов проблемных заемщиков. Внедряется дифференцированный подход к предоставлению налоговых льгот для участников и управляющих компаний специальных экономических и индустриальных зон. Исключена норма, дающая банкам право на уменьшение налогооблагаемого дохода по нотам Национального банка. Также освобождены от налогообложения целевые накопления, перечисляемые детям из НДС. Продолжаем выпуск. В Казахстане появилось больше компаний. За год их количество увеличилось почти на 8%. Такие данные приводит аналитическое агентство. Что тому способствовало и чего ожидать бизнесу в новом году на фоне прекращения действия моратория. Об этом и не только расскажет Айсаулей Байгазина. Доля действующих от зарегистрированных компаний в стране увеличилась до 80%. Согласно данным аналитического портала Финпром, в региональном разрезе больше всего юрлиц в Алматы, Астане и Шимкенте. Меньше всего в новообразованной области – Улутаусской. В целом, ключевая сфера деятельности фирм – оптовая и розничная торговля, а также авторемонт. Причин роста числа компаний по стране несколько. По мнению эксперта Виталия Макридина, это доля безналичных поступлений, улучшение бизнес-климата, доступность финансирования БВУ, внутренняя миграция и рост населения. А вот что он предлагает для упрощения деятельности МСБ. На сегодняшний день в бизнесе необходимо ввести бухгалтерию, содержать штат бухгалтеров, для того, чтобы заполнять огромное количество отчетов. Можно взять опыт зарубежных стран, применить его в виде тестового пилотного проекта. Допустим, налоговые органы очень хорошо дружат с банками в западных странах. И при поступлении сразу удерживается сумма налоговых отчислений. Не нужно сдавать никакие декларации. Я думаю, сегмент малого, микро и среднего бизнеса будут заиспользовать такой инструмент. Мораторий на проверки бизнеса, который действовал несколько лет, в 2024-м продлевать не будут. Но переживать предпринимателям за этого не стоит, заверили в нацпалате Атамикен. Все потому, что со следующего года будет внедрена новая регуляторная политика в отношении МСБ. Появится немало новшеств. Одним из таких мер является то, что будет действовать реестр обязательных требований. Этот реестр обязательных требований был наполнен усилиями экспертов от бизнеса, Атамикена и госорганов. Все требования, которые касаются бизнеса, они все аккумулированы в этот реестр. И госорган не сможет привлекать к адм ответственности за требования, которые не сидят в этом реестре. Также, по словам Динара Камбекова, из 2024-го в госорганах заработает автоматизированная система управления рисками. То есть выбирать, кого именно проверять, будет машина. Если же предприниматель добросовестный, то к нему с проверками будут приходить редко. Или вовсе не приходить. Помимо этого, вводится новый вид контроля – расследование. Если же произошел какое-то нарушение, не по вине сотрудников самого бизнеса, например, отравление в кафе, то соответствующие лица начнут расследование и выявят виновных. В целом, специалист нацпалаты ратует в сторону роста количества фирм. Но надо делать упор и на качество, чтобы стало больше предприятий среднего бизнеса. В частности, в сфере обрабатывающей промышленности, считает эксперт. Айсулия Байгайзна, Шалкар Шуакбай, Атамикен Бизнес. И последнее, чтобы познакомиться с оригинальным, креативным и самым уникальным Дедом Морозом. Не обязательно ехать в Великий Устюрт. Достаточно просто посетить его резиденцию в Павлодаре. Артем Власенко – дед Мороз со стажем. Он настолько сжился с образом, что решил радовать горожан даже летом. Сменил привычный наряд дедушки на спортивный костюм, заплел бороду в косы и покорил сердце павлодарцев. Евгения Мягченко побывала в сказочной резиденции и пообщалась с ее главным жителем. Артем Власенко редко бывает в кадре с собой. Его тысячи поклонников знают молодого человека, как самого популярного Деда Мороза, который даже летом радует горожан. Но так было не всегда. Артем по образованию электроэнергетик. Несколько лет даже работал по профессии на заводе. Но быстро понял – душа требует праздника и креатива. Бросил все и ушел в творчество. Так и случился необычный Дед Мороз, который не только зажег в глазах у Артема огонь, но и уже на протяжении четырех лет приносит радость и взрослым, и детям. Однако публика принимала его долго и тяжело. Первый год – это было вообще полное непринятие того, что я делаю. Люди не понимали вообще, кто это. У меня был один случай – мама подбегает, выхватывает. А я вот уже там начинаю говорить своим голосом, все с ним. Выхватывает ребенка, говорит, ты что, дядя больной, говорит. Вот прям вот так было. Мне, ну, внутри я понимал, что, наверное, надо просто это сейчас пройти. И все получилось. А в этом году у Дедушки Мороза есть даже собственная резиденция. Антураж новогодний, даже сказочный. Миллионы ярких огней, еловые веточки, волшебный фонарь. С 7 декабря ее уже посетили сотни ребятишек. И каждый из них ушел с Верой в настоящее чудо. Пишут Деду Морозу и письма с желаниями. Дедушка даже раскрыл секрет. Как же сделать так, чтобы письмо точно до него дошло? Берешь письмо, кладешь его в морозилку. Только вытащи оттуда пельмени. А то я с пельменями заберу. Вот, положила туда, значит, в морозильник письмо. Я прихожу, забираю. И все. Дорогой Дедушка Мороз, пришли мне, пожалуйста, телевизор. Очень хочу смотреть каналы Тимикем Бизнес. Ну, что, конечно. Только желания нужно загадывать правильные. И только тогда волшебный посох сможет их исполнить. Я всегда ребятам говорю, никогда, вот первым делом, не просите чего-то для кого-то, пока этого нет у вас. Вот как ты можешь быть счастливой или желать другому здоровья, если у тебя, допустим, сейчас этого счастья или здоровья мало. Есть у Деда Мороза в гардеробе несколько модных луков. Каждый свой прикид он подбирает тщательно, продумывает образ до мелочей. Говорит, тратиться приходится прилично. Одна только волшебная борода стоит от 350 тысяч тенге. Но это и не страшно, смеется дедушка. Главное, чтобы это радовало глаз деток и их родителей. Ведь именно для этого он и есть, чтобы дарить счастье и ощущение новогоднего чуда. Спасибо, Дедушка Мороз, что приняли нас у себя в гостях. Ну а теперь, в преддверии Нового года, я прошу вас пожелать нашему каналу пару добрых слов. Мои дорогие, телеканал – это Микен Бизнес. Люблю, кстати, ваш канал, наблюдаю, потому что я дед современный, тоже в бизнесе понимаю, знаешь, вот. Поэтому я, значит, от души желаю вам в новом 24-м году больших рейтингов. И пусть все у вас получится в новом году. А самое главное – удача. Без удачи, потому что тоже ничего не бывает. Ну и здоровья вам, мои хорошие. С наступающим Новым годом. Спасибо большое, Дедушка Мороз. Ну а с вами были Евгения Мягченко, Кайрат Алпусбаев от Микен Бизнес из Павлодарской области. Вы смотрели Weekly Review. С вами на этом я прощаюсь. Увидимся в новом 2024 году. Желаю только хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!